МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Комфортная городская среда. Глава Чуваши Михаил Игнатьев принимает участие в расширенном заседании Президиума Государственного Совета России в Казани. Урок среди мусора на специализированном заводе детей учат основам экологии. Каждый народ-художник в Чебоксарах стартовал всероссийский изобразительный диктант. Снижение ипотечных ставок, переход на новую форму работы с дольщиками, поддержка застройщиков. Сегодня в Казани на очередном заседании Госсовета обсудили волнующие миллионы россиян квартирный вопрос. Улучшение жилищных условий городской среды – задача национального проекта. Для его реализации в отрасли должны произойти серьезные перемены. Предложение для президента России подготовили главы регионов. Дискуссия проходила в неформальной обстановке. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Вместо залов Кремля, где обычные проходят заседания президиума Госсовета – Казанский инополис. В столице Татарстана главы регионов работают уже третий день. В деловой программе – двухсторонние встречи, семинары и презентация проектов. Фотоотчеты руководителей субъектов публикуют в своих аккаунтах в Инстаграме. Наши рабочие группы обсуждались вопросы комплексного развития коммунальной инфраструктуры и эффективного использования земель. В рамках работы обсудили предложение с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком. Работа в рамках Госсовета продолжается. К обсуждению темы строительства присоединились правительства Российской Федерации, Центробанк, Счетная палата и крупнейшие застройщики страны. Заседание Госсовета проходило нестандартно. Такой формат диалога без галстуков опробировали в конце прошлого года в Крыму. Члены правительства, губернаторы, представители строительного бизнеса разбиваются на группы, чтобы обсудить первоочередные задачи и найти варианты решения проблем. Дискуссии за кадром. В прессе главы регионов озвучили резолюцию семинара. Конечно, мы должны ограничить в нормотворческих актах наши федеральные министерства и ведомства. Особенно это касается МЧС, Роспотребнадзор и другие надзорные ведомства, которые резко ограничивают строительство жилья, вводя именно такие драконовские нормы, по которым в некоторых районах построить жилье будет практически невозможно. Увеличение темпов строительства жилья для республики также первоочередная задача. Глава Чувашии отметил, что на первый план сейчас выходят комплексные проекты. Там, где сдают новые дома, должны обустраивать парки, возводить больницы, школы и детские сады. То есть заранее продумывать логистику строящегося микрорайона. Это определяет спрос на квартиры. Еще одна тема госсовета – снижение ставок по ипотеке. Своим из квадратного метра увеличивается. Мы должны стимулировать спрос на жилье. А для этого что нужно делать? Есть разные механизмы, разные инструменты. Но в то же время постоянные изменения законодательства Российской Федерации, нормативного правового регулирования в отдельных случаях сдерживают темпы строительства жилья. И рассчитываем на то, что после даже уже государственного совета и правительства Российской Федерации, и федеральные министерства строительства примут ряд таких существенных решений во благо граждан России и во благо жителей регионов Российской Федерации. Ставка по ипотеке, отмечают губернаторы, не должна превышать 8%. Наша задача сделать так, чтобы и жилье строилось по доступным ценам, и человек, и гражданин страны мог приобретать его также по доступному ипотечному кредиту. Поэтому сейчас идет обсуждение, мозговой штурм всевозможных мер поддержки в жилищном строительстве. Обсуждаем снижение барьеров, которые позволят девелоперам быстрее, удобнее, дешевле строить жилье. Еще одно ноу-хау и скроу-счета, с которых невозможно снять деньги, пока не возведен дом. Это должно помочь решить проблему обманутых дольщиков. Президент Татарстана, который руководил рабочей группой по подготовке к госсовету, отмечает, что от перехода на новую систему не должны пострадать добросовестные компании. У нас сегодня добросовестные застройщики берут, мы им землю помогаем, они берут проблемные дома и достраивают. Если этот счет будет, уже такого механизма не будет. Поэтому мы должны какие-то предложения. Поэтому и высказал мнение, что мы бы могли в этих моментах использовать государственную систему федерального казначейства. Приоритетная задача увеличить темпы строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год. Цель амбициозна, но достижима. В конечном итоге реализация национального проекта поможет изменить облик городов, отмечают члены госсовета. Дмитрий Ковалев, Республика из Казани. Расширенное заседание президиума Государственного совета провел Владимир Путин. Глава государства отметил, что от местных властей сейчас зависит, насколько эффективно будет реализован национальный проект. Руководители субъектов обсудили с президентом совершенствование законодательной базы, дальнейшее решение проблем аварийного жилфонда, развитие инфраструктуры для строительства новых микрорайонов. В госсовете Чувашии выбрали нового председателя. Им стала Альбина Егорова, которая временно исполняла обязанности спикера республиканского парламента. Как прошло голосование в нашем материале. Сегодня председатели госсовета выбирали в девятый раз. Своих кандидатов на должность выдвинули все четыре фракции. Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия и КПРФ. Сегодня фракция Единая Россия рассмотрела и тоже абсолютным большинством поддержала Альбину Егоровну для выдвижения ее на должность председателя Государственного совета Чувашской республики. Альбина Егоровна человек успешный, зарекомендовавший себя с положительной стороны, ответственный, правильный, умеющий консолидировать наш парламент. С предвыборной речью выступили все кандидаты. Парламент сделал свой выбор. Абсолютное большинство за Альбину Егорову. Сложность очень ответственная. Конечно, все те выступления кандидатур, которые представлены от других фракций, для меня очень значимы. И, конечно же, в своей работе мы будем конструктивно взаимодействовать по всем направлениям. Будем в единой команде работать. Действительно, как вы сказали, у граждан много вопросов, проблем тоже много, которые нужно решать. Выборами спикера на очередной сессии не ограничились. Парламентарии обсудили уточнение в республиканский бюджет. Параметры на ближайшие три года изменились. Расходы республиканского бюджета на 2019 год увеличиваются на 8 миллиардов 395 миллионов рублей и составят 54 миллиарда 652 миллиона рублей с ростом на 12,9% к 2018 году. А вот доходы будут меньше на 356 миллионов. То есть бюджет на этот год с дефицитом. В 2020 и 2021 намещается уже профицит. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Валерий Резюков, Республика. Новые современные торговые объекты придут на смену старым ларькам. Столичные власти продолжают менять облик Чубаксар. С улицы уходят потерявшие свой вид и несоответствующие архитектурным, санитарным нормам, нестационарные торговые точки. Всего в столице Чувашии около 500 мест, предназначенных для нестационарных торговых объектов. Большинство из них специализируются на продаже продовольственной и печатной продукции. Если внешний вид торговой точки не соответствует критериям, администрация столицы вступает в диалог с собственником или арендатором, убеждая его реконструировать объект. В противном случае его демонтируют. За последние три года с улиц исчезли 140 павильонов. На сегодняшний день проводится определенная судебная работа. Судами вынесено решение по демонтажу 43 объектов НТО. В том числе утверждено 9 мировых соглашений. Сейчас более 200 торговых объектов планируется выставить на аукцион. Цель смены павильонов – улучшение визуального восприятия городской среды. Уже разработан архитектурный план, увеличен срок размещения объектов. Все они будут внесены в геоинформационную систему. Кстати, борьбу с ларьками и киосками в стране начали 4 года назад. Только в Москве снесли тысячи объектов торговли. Теперь же Минпромторг России предлагает вернуться к рассмотрению этого вопроса. По их мнению, восстановление торговли в шаговой доступности позволит создать 250 тысяч рабочих мест и привлечь инвестиции в сотни миллиардов рублей. Не говоря уже о комфорте жителей. В Чебахсарах при церкви святых намамучеников и исповедников российских заработала ликотека. Проект получил поддержку фонда президентских грантов по развитию гражданского общества. В феврале сюда пришли первые посетители – дети с ограниченными возможностями здоровья. Татьяна Павлова узнала про ликотеку от подруги. Пришла сюда впервые вместе со своей дочкой Кирой. Девочка активная, любознательная, но мама беспокоится. Кира до сих пор не разговаривает. Сегодня мы пришли первый раз. Нас консультировал логопед, логопед-дефектолог. Нам посоветовали делать артикуляционную гимнастику, обратиться к неврологу. Я думаю, Кире очень понравилось. И посещать мы планируем. Логопеду Натальи Синицыной важен каждый ребенок. Индивидуальный подход помогает маме и ребенку справиться с проблемами, дать верный настрой, помочь выздороветь. В ликотеке принимают малышей от года до четырех лет. Тех, кто из-за ограничений по здоровью, не может посещать детский сад. Документов никаких не требуется. И что немаловажно, все консультации специалистов, дефектологов, психологов или логопедов абсолютно бесплатные. Занятия проходят в игровой форме, пока открыли две группы. Но это только начало. Сейчас мы работаем над тем, чтобы оборудовать кабинет логопеда. Он будет в продолжении этого длинного холла. Будет оборудован специальной компьютерной техникой. Будут также индивидуальные наборы психолога, логопеда, которые будут способствовать ребенка уже наедине со специалистом, не отвлекаясь, работать более дифференцированно. При храме работает также инклюзивный центр «Корабль Вера». Добровольцы, коих здесь немало, помогают особенным ребятам адаптироваться в среде обычных детей. Мы, конечно же, хотим, чтобы и более старшие дети, до 7 лет, могли прийти поиграть с этими игрушками. Тогда мы постараемся организовать какой-то поскользящий график работы лекотеки. В свободные от специалистов часы можно будет записаться на прием, прийти здесь, позаниматься маму с малышами. Мы верим и надеемся, что духовная помощь церкви будет очень важна в деле выздоровления детей. Галина Титарчук, Татьяна Рыевская, Андрей Спиридонов, Республика. Лечить людей профессией или призванием? Искать ответ на этот вопрос наша съемочная группа отправилась в центральную городскую больницу. Что вас беспокоит? Я поступила недавно, но буквально за эти несколько дней у меня прямо заметны улучшения. При поступлении было тяжело. С такого обхода пациентов вот уже 38 лет начинается рабочий день пульмонолога Галины Александровой. Все эти годы она бессменно заведует пульмонологическим отделением центральной городской больницы. Профессию врача я выбрала из-за того, что был у меня пример. Мой папа был фельдшером. Мы живели в деревне. Значит, фельдшер там, это можно сказать, врач на деревне. Все это, поскольку по всем вопросам медицинским обращались к нему. Это было обращение, значит, круглосуточное. Это и взрослые, это и дети. Даже, как говорится, иногда ему приходилось по обращению удалять из зуба. Галина Александровна лечит заболевания легких бронхов. Ровное чистое дыхание – это про ее поправившихся пациентов. За всем этим стоит колоссальный труд. Вначале выбираем, наверное, профессию. А в дальнейшем уже по мере обучения смотрим, это оно мое или не мое. И в дальнейшем, как говорится, все-таки по мере обучения я приняла решение, что это мое, это моя специальность, это моя профессия. Галина Александрова до сих пор вспоминает свои первые годы работы в Шимуршинской районной больнице. Когда начинала работать, работать еще в районе. Во-первых, ты один, ты принимаешь решение. Надо что-то делать. Был пациент, у которого был плеврит, нужно сделать пункцию. Ты как бы никогда самостоятельно данную процедуру не делал. Спросить некого, помочь некому. Надо было решать это буквально на первую неделю работы. Не опыта. Вернее, теоретические знания есть, а практического нет. Я пошла на эту процедуру. Получилось. Характер, самообладание и профессиональные знания. Присочетание всех этих факторов просто не могло не получиться. А когда в Чебоксарской городской больнице открылось пульмонологическое отделение, Галину Александровну пригласили уже на должность заведующей. Жизненно важное решение ей приходится принимать и по сей день. За ее плечами многолетний опыт лечения пациентов и хороший исход даже самых непростых случаев. С работы иду, с перекуром, отдыхаю, воздух не хватает. Чего остаешься? Чего остаешься? Что-то случилось, дыхание мне плохо. Вот в своем участковом обошел. Меня отправляют сюда, к Алине Вальсендровне. И вот давай диагноз, быстрый диагноз и лечиться. Лечиться знающий, опытный. Сразу он даже может сказать, может, безслушанный, уже по глазам видит человек, чем болеет. Почти все врачи в отделении – ее ученики. Галину Александровну я знаю больше 20 лет. Можно сказать, что и в профессии, как пульмонология, состоялась благодаря ей. Потому что, когда в 98-м году я пришла в эту больницу, в интернатуру, она была нашим руководителем. И она обучила меня о зампрофессии, которые очень важны. Не только я являюсь ее ученицей. В нашей больнице работает 8 человек. И также больше 10 человек за пределами нашей республики. Она честная, она очень порядочная. Она одинаково относится к любому пациенту. Время показало. Профессия врача стала для Галины Александровой призванием. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. Мы продолжаем информационный выпуск к другим новостям. Урок среди мусора. Так проходят занятия экологической грамотности на мусоросортировочном заводе в Чубаксарах. Сегодня про вторую жизнь отходов узнали воспитанники детского сада номер 164. За моей спиной это уже не мусор. Это сортированное вторичное сырье, которое готово для отправки на перерабатывающие предприятия нашей страны. Воспитанники подготовительной группы детского сада номер 164 сегодня узнали, что из упаковок средств, с помощью которых их родители моют посуду, можно делать горшки для цветов, линейки и другие новые вещи. Только для этого пластик нужно отсортировать от других отходов. В сутки работники перебирают порядка 400 тонн мусора. Все начинается на пункте контроля. Здесь специалисты определяют, не привез ли мусоровоз каких-либо опасных радиоактивных веществ. А еще в платформу встроенные весы. Выяснилось, что группа из 13 детей, несколько сопровождающих их взрослых и журналисты, весят больше, чем полторы тонны. Дальше дошкольникам показывают разгрузку машин. На этом этапе стаи галок, голубей и чаек могут растащить мусор далеко за пределы завода. Чтобы этого не происходило, здесь работают необычные сотрудники. Эти хищные птицы, в данном случае, их правильно называть служебными птицами, они используются как средство отпугивания, как биорепеллент. Это новое направление. В России впервые такая методика отрабатывается. Мне нравится птица вот эта, потому что у них работа. Какая у них работа? Отпугивать вагон. После контроля, разгрузки, сортировки, прессования, объем пластика или картон уменьшается в три раза. Тут на заводе сортируют мусор и их в такие кубики заворачивают. Сейчас только 30% мусора попадает на переработку, хотя возможно довести до 80%. Однако для этого нужен спрос на вторсырье. Он будет выше, если качество сырья улучшится. А это, в свою очередь, возможно, если сбор мусора будет раздельным. Пищевые отходы и сухое сырье. В таком случае картон не будет размокать. Региональный оператор сейчас ведет переговоры по этому вопросу с правительством республики. И приучается к такому принципу. Население нужно с детства, считают специалисты. Мы первые на территории России стали проводить занятия для детей дошкольного возраста, начиная с четырех лет, вместе с родителями и с педагогами. И хотим сказать, что данный опыт себя очень хорошо показывает. Почему? Потому что переход на раздельную систему сбора отходов невозможен, если нет эмоционального и культурного настроя у всех слоев населения, начиная от детей и заканчивая пенсионером. Что касается взрослых, то мотивацией могут стать тарифы. Конечно, тариф снизится. Дело в том, что вторичные материальные ресурсы не требуют захоронения. Соответственно, количество отходов, которые мы оплачиваем для того, чтобы захоронили, оно снизится. Это то, что можно измерить рублем. Польза для экологии бесценна. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Всероссийский изобразительный диктант стартовал по всей стране. Чебоксары не стали исключением. Всю неделю молодые дарования столицы Чувашии на базе разных художественных школ и училищ будут выполнять задания конкурса. Изобразительный диктант – очный этап первого международного благотворительного конкурса «Каждый народ художник». Этот проект одержал победу в конкурсе фонда президентских грантов. Киса, я давно хотел вас спросить, как художник художника вы рисовать умеете? Вопрос, который Остап Бендер задал Кисе Воробьянину в кинофильме «12 стульев», этим юным художникам точно не зададут. В сомнении не возникает, эти ребята определенно умеют рисовать. 50 воспитанников детской художественной школы имени Акциновых выбрали одну из трех предложенных тем. Летний народный праздник, мастер своего дела и в доме моих предков. Я рисую летние народные праздники в стиле абстракции. У меня очень хорошо получается это, и я стараюсь как можно больше изобразить реализма в картине. То есть повторить все в точностях, как в реальной жизни, все в движении. Все это практически из головы, но некоторые моменты я запомнил из своего детства. Аня Потеева рисует уже 8 лет. Краски и кисточки окружали ее с детства. Старшая сестра Ани художница. Именно она и привила ей любовь к рисунку. На изобразительном диктанте Аня выбрала тему в доме моих предков. Мне эта тема очень близка, поскольку я люблю историю, историю своего рода. Люблю рассматривать разные старые фотографии, узнавать что-то новое. И как-то, когда прозвучала эта тема, сразу идея картины возникла в голове. Я рисую маленькую девочку, которая изучает портрет, на котором нарисована ее семья. Точнее, бабушка с дедушкой, где сама ее мама, еще маленькая девочка. Как можно оценить работы художников? Это же не математика или физика, где есть определенные правила. Здесь каждый рисует так, как он чувствует окружающий мир, как он его видит. Но оказывается, даже такие работы, хоть и нелегко, но можно оценить. На изобразительном диктанте прежде всего смотрят на постановку композиции, правильное использование материала. Ребята могут выполнять работы в любой технике, любыми материалами. Поэтому здесь фантазия не ограничена. Главное – выдержать красиво, композиционно скомпоновать и суметь выразить свою мысль. Сосредоточенно, быстро и, главное, творчески. На все про все юным художникам давалось три часа. Затем у модераторов площадки было восемь часов на то, чтобы загрузить все работы участников на официальный сайт организатора конкурса. Там и определяются лучшие из лучших очного этапа. Они-то и будут представлять Чувашию на следующем этапе конкурса. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Далее вас ждет полезная информация. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. В этот раз роскошная меховая выставка от компании «Вятские меха», которая проходит под лозунгом «Все ради женщин», привезла в Щебоксары более 500 моделей. Ее ассортимент впечатлит любую даму. Особое внимание стоит обратить на норковые шубы и жилетки из новой коллекции сезона 2018-2019. Можно отстегнуть длину вот таким образом. Из длинной шубы превращается в полупальтон меховой. Также можно отстегнуть рукав таким образом. Все изделия можно приобрести как за наличный, так и безналичный расчет, так и в рассрочку от 6 до 36 месяцев. Для тех, кто желает приобрести за наличный расчет, мы предоставляем скидку до 40%. На ярмарке представлены шубы только российского производства с гарантией качества и по низким ценам. Приходите на выставку «Вятские меха», которая проходит с 13 по 17 февраля в ДК «Трактора строителей». Эгерский бульвар 36. И совершите покупку любого норкового изделия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова